Всех приветствую на канале ProBlockchain и сегодня хотелось бы поговорить немного о предстоящем ICO EOS. Как вы видите мы находимся на их сайте и до старта осталось 3 часа 22 минуты. Вот идет таймер обратного отсчета. Ну и также немножко поговорить о уже прошедших ICO и возможно о тех, которые еще предстоят. Вот к примеру закончилась ICO CIVIC. Ну я кстати если честно не успел купить токены CIVIC, потому что как обычно был ажиотаж, была очередь. То есть сами разработчики они пошли по принципу, чтобы не впихнуть все сразу просто, да, одним каким-то блоком я не знаю, то есть общей толпой, да, они решили методом через свой сайт создать очереди. Принимали они денежку, ну то есть да, можно было купить токены за биткоины, ну и естественно за эфир. Я не знаю точное там процентное соотношение, в чем они собирали больше, но в принципе я пробовал и так и так, и очередь мне почему-то выдавалась одна и та же. То есть я первый раз проспал очередь, скажу честно. То есть получается я зарегистрировался в районе, наверное, по московскому времени, в районе, наверное, 19 часов. И соответственно очередь моя подошла уже ночью. Я подписался через рассылку e-mail и должен был получить нотификацию, собственно в мое окно, в тайм-слот, когда мне нужно было совершить транзакцию обмена моего эфира на токены. Но это произошло буквально в начало первого ночи, и я уже спал, и телефон я поставил на беззвучный режим, поэтому я собственно, наверное, сам виноват. Я проспал alert, и я не смог закупить токены Civic. Потом я уже проснулся утром, встал в очередь второй раз, и естественно я уже был там или на 19 тысяч там в каком-то месте, или на 20 тысяч в каком-то месте. То есть передо мной в любом случае находилось около 13 тысяч человек, которые тоже хотели приобрести эти токены. Я потом попробовал занять очередь, соответственно, через биткоин ветку, и почему-то мне присвоили тот же номер очереди, поэтому я понял, что смысла, наверное, ждать нет. И действительно мой таймер так он и не успел дойти до конца, потому что токен сейл был завершен, как вы видите, вот сейчас написано на слайде, да, на сайте, они достигли своей цели, они собрали 33 миллиона на тот момент, ну и все, и собственно продажа закрылась. Поэтому мне остается покупать эти токены после выхода их на биржу, посмотрим, что там будет у них с курсом и так далее. Но в любом случае я считаю, что сам краудсейл, то есть токен сейл был организован более-менее вменяемо. Они попросили всех, кто желает участвовать, скачать приложение свое на телефон. Вот я скачал приложение, ну то есть все так сделали. Вот через это приложение происходила идентификация, то есть они тем самым также прокачали и свое приложение, да, то есть людям перед тем, как вообще получить адрес, им нужно было проделать несколько шагов, то есть скачать, соответственно, приложение, подтвердить свои данные, телефоны и так далее. Потом уже с помощью приложения идентифицироваться на сайте и уже дальше участвовать, занимать свою очередь. То есть что мы видим с вами? Чем дальше, тем команды, проводящие ICO, придумывают все более сложные схемы для простых участников, вот, все более тяжело в них участвовать. Вот, что касается EOS, вот, EOS, Token Distribution, да, у них тоже сложная схема. И вот как раз об этом я хотел поговорить, вот, о самой концепции Token Sell от EOS. Смотрите, так, ну вот мы находимся на самом сайте, естественно, вы нажмете Get Token, получить токены, вы должны будете нажать вот здесь галочки, прочитать все внимательно, вот здесь вот есть, да, соглашение, то есть все вы читаете, если все окей, вас это все устраивает, вы, естественно, соглашаетесь, вот, переходите дальше уже по кнопочке, и вот здесь расписана сама история, как будет происходить и этапы самого ICO. Что здесь интересно? Что в первые 5 дней будет реализовано 200 миллионов токенов, и потом еще 700 миллионов будет реализовано в течение 350 периодов по 23 часа. То есть в каждый из периодов будет реализовываться 2 миллиона токенов, и начисляться они будут по определенной схеме, и вот это вот как раз интересно. Вот здесь расписана схема, как будут начисляться, ну и, грубо говоря, пример тут, и смысл заключается в следующем. Что, к примеру, за период 23 часов, если будет собрано, к примеру, всего 100 эфиров, то вот эти 2 миллиона токенов будут, то есть цена токена будет высчитана в соответствии формулы, да, то есть мы просто разделим эфир на количество токенов и получим цену за токен. Соответственно, если будет всего 100 эфиров и 2 миллиона токенов, то цена, естественно, будет там 0,0,0,0,0,0, там 25 эфиров, точнее 20. Соответственно, те люди, которые попадут в такой слот, где можно купить очень дешево и очень много токенов, потом пойдут с этими токенами на биржу, и, соответственно, курс будет довольно волатильный, как я считаю. Поэтому мое мнение, мое мнение конкретно вот по EOS и по токен сел, который начинается сегодня, не испытывать, не поддаваться никакому ажиотажу, не стоит сегодня прям сломя голову заводить эти эфиры, покупать их там неведомо как и пытаться прикупить эти токены. Потому что токен сел будет длиться долго, в течение целого года, и всего вот в течение 5 дней будет реализовано всего 200 миллионов, а остальные 700 миллионов будут реализованы еще в течение года, и можно будет потом купить токены и на бирже. То есть вот эти 200 миллионов, которые будут реализованы сегодня, ну сегодня по 1 июля, да, они тоже будут потом торговаться на биржах. Поэтому мое личное мнение, я никого ни к чему не призываю, но не стоит сломя голову бежать, приобретать сегодня именно токены. Надо посмотреть, как вообще будет динамика, что будет происходить в течение первых 2-3 часов, будет ли ажиотаж. Я почему-то считаю, что, ну именно профессиональные инвесторы, которые, да, как там в кавычках, не в кавычках, да, но кто уже крутится в этой сфере больше года, кто наблюдает за всеми проектами, читает, вникает, интересуется криптовалютами. Я думаю, что они поступят примерно так же, как и я. Они подождут, они посмотрят, что будет происходить, а потом уже будут принимать какие-то решения. В любом случае, за счет вот этого вот так некого аукциона, цена токена будет колебаться, и вот этот аукцион, он будет существенно влиять на рынок вторичный этого токена. И, не знаю, я бы вообще не стал на вот эти первые 5 дней заходить и, возможно, покупать. Я изначально думал, что, наверное, эфиров на 5-10 я куплю в течение вот стартового краудсела первого периода, а теперь я думаю, что, наверное, я вообще не буду покупать токены в стартовые, вот в первые вот эти дни. Я лучше подожду, как раз, когда ажиотаж немножко спадет, люди насытятся, и потом уже поучаствую в аукционе. Понаблюдаю, так скажем. Поэтому вот такое мое мнение. И еще коротко о ситуации с эфиром. Я, кстати, записывал видео о курсе эфира, почему он растет, и кто не смотрел, сейчас будет сверху ссылочка информационная на этот видеоролик. Можете посмотреть. И это мое мнение, я остаюсь при нем. В любом случае, курс эфира, он, конечно, раздут всеми происходящими ICO. И вот, как мы с вами видим, да, вот ICO за ICO, ICO за ICO, собираются большие деньги. Они замораживаются на счетах компаний, которые проводят эти ICO. И, естественно, это все приводило к такому бычьему тренду, к давлению на рынок. То есть все покупали эфир для того, чтобы участвовать в разных ICO-проектах. Теперь мы видим, да, прошел период, и не было никаких там значимых крупных ICO. И были некоторые ошибки, там взломы и так далее. Была проблема у сети Ethereum. И сразу же курс отыграл буквально до 260, ну, грубо говоря, на одну десятую от цены биткоина. То есть, в принципе, я считаю, что объективная цена у эфира действительно должна колебаться в районе одной десятой биткоина. Ну, что в долларах, это там примерно, грубо говоря, мы должны видеть в районе 250-260 долларов. Ну, если вот смотреть через биткоин, то это примерно 0.10-0.11 биткоина. Вот как-то так. Поэтому, даже если сейчас на разгоне, там, каких-то еще ICO, или там через IOS, или еще как-то что-то, курс эфира и будет подниматься выше 300, может быть, куда-то еще выше, то в любом случае он потом, мне кажется, опустится на позицию 250-260. И те, кто держат его в долгосрок, то они понимают, зачем они его держат. Но в любом случае, не стоит держать все яйца в одной корзине. Вот, сейчас мы видим вообще все в красном, да, почти, смотрите. То есть, весь список, вот, все подпросело. Капитализация, мы видим, всего 100 миллиардов, да, хотя она недавно доходила, по-моему, до 160. Вот биткоин у нас отыграл чуть-чуть позиции свои, он опускался до 39%, сейчас 41,5. Ну, в любом случае, не стоит держать, как говорится, все деньги в одной корзине, делайте портфель, хотя бы с 10-15 позиций, вот, присматривайтесь к новичкам, читайте white paper, слушайте новости, следите за твиттером, инстаграмом, ньюсмейкеров, да, это тех, кто причастен непосредственно к разработке криптовалют. Ну, в общем, думайте немножко тоже своей головой, не нужно просто сразу же бежать и что-то покупать, если вы где-то что-то услышали, вот, поэтому по поводу EOS я свое мнение сказал, вот, сайты, ссылки я прикреплю, поэтому смотрите, наблюдайте, всем успехов на этом рынке, в любом случае, с вами был канал ProBlockchain, всем хорошего дня, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok